Всем привет дорогие друзья и хорошо вам настроение, с вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Хранители Монстров. Ну что же, продолжить конечно же. И мы с вами в башне хранителей. Поговорить. Ой, подожди, котейка. Это башня хранителей, чтобы заходить в некоторые комнаты сначала нужно достичь определенного ранга. Хранитель Неофит, ранг второй, потом какой-то хранитель-искатель, непонятный какой-то ранг. Почему-то они не перевели это, странно. Ну что я могу тебе сказать, в данный момент где мы вообще находимся, в какой комнате. Так, мы зашли, а я здесь был, нет, что ты стоишь здесь, что ты улыбишься. Вау, вызов из Полина. Ага, призрак 11 уровня, Минотавр 11 уровня, Монах и Паровой Голем. Вызов. Погоди-ка, то есть, хочешь сказать, что я с ними буду драться? Ну, давай, предположим, я вызову Монаха. Можно так сделать? Вызвать из Полина Монаха, но... Ага. Так, ладно, я выбираю монстров своих. Возьму Тенгу, возьму Код Серкера и возьму Грамми. Погнали, друзья. Так, ну, для начала, наверное, мы... Подожди-ка, что лучше сделать? О, ядовитая бомбочка, то, что нужно. Траванем его хорошенько. Ладушки. Так, теперь сделаем... Поддержку. Поддержку надо обязательно. И здесь, наверное, мы с вами поставим еще и щит. Ко всему прочему. Ну, что ты там... Ой-ой-ой-ой. Котейку-то как он бомбит. Хорош. Хорош, родной. Получи-ка, распишись. Ха-ха-ха. Слушай, а, ну хиллер у меня есть. Хиллер есть, так что я... В принципе, на расслабоне, да? Мы можем с вами в любой момент восстановить здоровье нашему котейке. Угу. Опять ход противника. Что он там? Ага, он захиливается. Что-то он моего котейку все бомбит и бомбит. Чем он ему не понравился, а? Мой котейка, кто мне скажет? Давай кагать точками его. Дальше что? Ну, я думаю, восстанавливать не будем мы сейчас, да? И щит тоже применять, наверное. Хотя щит лучше поставим. Да. В кого он? Ага. Да что ж ты до кота-то моего докопался? Хорош уже парень. Как хорошо его яд-то бомбит, а? Прям великолепно. Резкий удар. Что вот мне за это будет, а? Вот если я его сейчас смогу выиграть. Что мне за это? Дали бы мне вот именно Исполина использовать как обычного монстра. Вот это было бы прикольно, да? Потому что ты представляешь, сколько у него мощи, сколько у него дури. Так, давай ядовитую бомбочку. Ага. И коготочки. Неплохо, да? Или это просто как тренировочно. Но в данный момент я дерусь именно с теми Исполинами, которых я уже победил. Вот что самое удивительное. Ну-ка. И остается лишь добить, верно? Давай-ка так, выстрел с Лизи. Пока, монах. Ну, три звезды. И ничего не дали. Очень странно это все. Так, а с тобой мы разговаривали или нет? Это вызов Исполина. Здесь ты можешь сразиться с ранее побежденными Исполинами, чтобы добиться более высокого результата. Если ты поставишь новый рекорд, то получишь награду, которую мог упустить во время первого сражения с Исполином. Да? А какую награду? Он, по-моему, ничего не дает. Что мы можем с вами сделать? Подняться наверх. А мы вроде бы как поднимались, да? Нет, не поднимались. Мы здесь не были. Да тихо ты. Ну-ка, давай с тобой поболтаем. Это дуэльный круг. Чтобы выйти в... Чтобы выйти в него, тебе нужно достичь ранга Хранителя Неофита. А я и так Хранитель Неофит. Что ты тут предлагаешь мне? Отлично, ты победил достаточно Исполинов, чтобы вызывать других людей на дуэль Хранителей. После этой тренировки твоя инициация в качестве Хранителя Неофита будет завершена. Этот шаг в какой-то момент приходится сделать всем Хранителям Монстров. Но нам нужно как минимум два молодых Хранителя для проведения тренировки. И я собирался устроить тебе тренировку с Уиллом. Ты наверняка с ним уже встречался. Он наследник рода Призрачной Жабы. Я думаю, он в библиотеке. Это к востоку от Камня Телепортации. Приведи его, если хочешь тренироваться у меня. Но где это? В библиотеку, да? Ну, подожди со своей библиотекой. Я еще должен вот здесь вот немножко прошарить. А тут что у нас? Это онлайн-арена. Чтобы выйти на нее, тебе нужно достичь ранга Хранителя Уллана. А у меня нету, да? Угу, понял. Я не имею Хранителя Уллана еще пока такого титула. А здесь у нас что? Это арена бесконечности. Чтобы выйти на нее, тебе нужно достичь ранга Хранителя Исследователя. А у меня есть такой. Нет? Даже так? Значит, двух рангов у меня еще нету. Мне обязательно драться с этим? Где там библиотека-то, елки-палки? Найти бы ее. Ну, это понятно. Это тут отдыхают, ребятушки. Я вижу у нас кузню. Так, кузнец. А где же у нас библиотека-то с вами, а? Я же... Я ведь помню ее. Эту библиотеку. Так, кстати, мы здесь можем немножко затариться. А нужно ли? Я думаю, пока нет. К востоку, он сказал, библиотека. Слушай, ну мы же с вами заходили. Помните, в библиотеку забегали? Как я ее могу потерять? Она, в принципе-то, должна как-то отмечаться. По карте. Ладно, а если я вот сюда, например, схожу? Так, это у нас типа погреба, да? Это у нас типа погреб. Я должен попробовать вот сюда вот выйти. Хм, что здесь у нас? Стой! Эта тропа ведет восточную часть заповедника, к подземелью крепости и в древние леса. Приветствую тебя, хранитель Неофит. Я вижу, ты достиг этого ранга. Поздравляю! Это означает, что ты готов узнать правила дуэлей между хранителями. Тебя ждет дуэльный тренер в башне хранителей, который находится прямо над нами, к востоку от камня телепортации. Лишь тогда ты пройдешь инициацию и станешь хранителем Неофитом. Прежде я не могу отпустить тебя на восток от крепости хранителей. Ага. То есть в любом случае мне надо пройти инициацию, чтобы я стал Неофитом. А сюда я могу? Ну, смотрите-ка, что у нас тут. О, Рэй Мэрисон, как успехи в диких землях? Мать! Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе. Хочешь стать мастером-хранителем? Ты же знаешь, и я, и мой отец были всего лишь следопытами. Так что не стоит требовать от себя слишком многого. Ох, до кого я пытаюсь отговорить. Я знаю, с тобой бесполезно спорить, если ты поставил себе цель, и именно поэтому мы тобой гордимся. Ну, а не забывай следить за здоровьем своих монстров. Получено малозелье. Три штуки. Это моя мама и отец, что ли? Здорово. Привет, сынок. Как дела? Тебе нравится быть хранителем монстров? Хочешь достичь высочайшего ранга нашего ордена? Это достойная цель. Ну и понятно, тут без перевода, да? Так что меньшего мы от тебя не ждем. Ха-ха-ха. Но никогда не подвергай ни себя, ни своих монстров ненужной опасности. Слышишь? Возьми. Это пригодится тебе в твоих странствиях. Получил брошь. Вот чего-чего я никак не ждал здесь увидеть маму и отца. Ну ладно, мне нужна библиотека. Так, тут у нас... А вот же, кстати, и библиотека. Вот он. А родной стоит здесь. О, привет, Рэй Моррисон. Ты как раз вовремя. Кажется, мне удалось найти кое-что про того незнакомца в маске из синих пещер. Мой фамильяр смутно припоминает эту маску, как, полагаю, и твой. Поэтому мне недолго пришлось копаться в архивах, прежде чем найти что-то интересное. Но сначала скажи мне вот что. Ты же многое знаешь о старом мире, верно? Ха-ха-ха, нет. Старый мир это то, что лежит за пределами заповедника монстров. Сейчас у нас 490 год от создания. 490 лет назад шла жестокая война между хранителями монстров и королями Старого Мира. В ходе этой войны и были созданы заповедники монстров и магические барьеры, отделяющие его от остального мира. В общем, с тех пор, как та война закончилась, 490 лет назад, жители Старого Мира пытались исследовать все неведомые края Земли и узнать все тайны природы. Они называют это наукой. Однако во многих странах Старого Мира в то время еще оставались алхимики. Алхимия вечно меняется, результаты ее непредсказуемы и зачастую опасны. В этом она схожа с магией. К 200 году от создания алхимики оказались незаконно во всех империях Старого Мира, а в некоторых краях их даже специально преследовали. Но самый старый из алхимических орденов сохранился. Его члены тайно бежали в заповедник монстров. Это все, что мне удалось найти в архивах. В книгах больше ничего не написано о том, что же случилось после того, как алхимики пришли в заповедник. Это довольно странно, тебе не кажется? Где-то в подземелье крепости хранителей, которая расположена к востоку от нее, должны быть и другие книги. Но прежде чем туда попасть, мы должны пройти боевой курс хранителя. Для этого нужно пойти в башню хранителей. Это прямо над этой комнатой. Я пойду вперед. Ну давай, беги вперед. Так, ну что, нам по идее нужно с ним потренироваться. Ведь так? Пошли, будем проходить инициацию в конце концов. Она мне нужна. Без нее мне дальше никак не поиграть. Так, ну вот он. Или мне надо сюда. Отлично. Ты победил достаточно исполинов, чтобы вызывать других людей на дуэль хранителей. Ну это мы уже читали. Это мы уже тоже читали. Так. Ну мы решили в этом случае сделать исключение. По двум причинам. Во-первых, для проведения этой тренировки нужно как минимум два хранителя. Поэтому тебе пришлось бы ждать, когда Уилл или другой новоиспеченный хранитель победят достаточно исполинов. Но куда важнее то, что Уилл может потратить на поиски с Полиной и победу над ним слишком много времени. Его родители говорят, что он вечно витает в облаках. И у него не тот характер, который нужен для поиска приключений и сражений с монстрами. Но он все равно очень умный и талантливый молодой человек. Мы надеемся, эта тренировка вселит в него уверенность и покажет ему, на что способен его монстр. Но я не предлагаю тебе ему поддаваться. Ты можешь воспользоваться этой возможностью, чтобы испытать свои навыки. Ладно, Уилл. Иди сюда. Я объясню правила дуэли хранителей вам обоим. Ха. Я дуэльный тренер Готтхельм. И моя задача объяснять молодым хранителям дуэльные правила. Вот уже тысячи лет, а то и больше, люди улаживают споры, заставляя своих зверей сражаться друг с другом. Однако лишь при создании заповедника монстров был составлен первый набор правил для таких дуэлей. Во-первых, ни хранители, ни его монстры не должны серьезно пострадать во время дуэли хранителей. Это вам и так должно быть понятно. Но мой долг повторить это правило. Каждый хранитель выходит на дуэль с полным отрядом из шести монстров. Но, как всегда, больше трех монстров сразу хранитель использовать не может. Если монстр выбывает, хранитель выбирает из своего отряда замену. Порядок хода в дуэли хранителей определяется случайным образом. Хранитель, который ходит первым в первый ход, может использовать только двух из трех выбранных монстров. Хранитель, который ходит вторым, может задействовать в первый же ход всех трех активных монстров. После этого битва продолжается как обычно. Пользоваться предметами во время дуэли хранителя нельзя. Кроме того, вы, возможно, обратите внимание на то, что сила ваших монстров и их навыки несколько отличаются от тех, которыми вы пользовались обычно. Во время дуэли хранителей весь урон, все восстанавливаемое здоровье и эффективность щитов снижены. Побеждает тот хранитель, который первым сможет вывести из боя всех шестерых монстров противника. Теоретическая часть на этом завершена. Теперь вам придется сразиться друг с другом, чтобы я увидел, как вы поняли правила. Ну что, вы готовы к дуэли хранителей? Если хотите послушать правила еще раз... Нет, 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 я, пожалуй, готов. Давай проверим. Проверим, на что я способен. Хм, я думаю, я тоже готов. Покажем им, из какого теста мы слеплены. Отлично. Юный хранитель, один из вас должен вызвать другого на дуэль. Хорошо. Рей Морис из рода Призрачный Орел, я вызываю тебя на дуэль хранителей. Понял я тебя, понял. Ну что же, давайте возьмем... Тут в разнословочку сыграем. Возьмем с вами Блоба, возьмем Тенгу и Вайра. Первый отряд у меня будет состоять именно вот из таких персонажей. Применим с вами волшебство. И начнем потихоньку разбирать. Яд. Поехали. Отлично. Так, поставил щит. Переевая буря. Ой-ой-ой-ой-ой. Тихо-тихо-тихо-тихо, не надо так делать. Так, нам по идее нужно исцелиться. Блоб, исцеляйся. Так, что нам дальше делать? Давай Вайра попробуем бомбануть и добить. Получится, интересно? Не получится. Или подожди-ка. Получится, скорее всего, добить нам? Есть. Шикарно. Так, он вызвал поганочку, да? Угу. Возьмемся, наверное, с вами за гусеницу. Погоди-ка, он подбил мне. Возьмем с вами кодсеркеры. О-хо-хо-хо-хо. Ну что, исцелимся для начала? Так, теперь погнали. Ну да, лучше брать гусеничку, да? В обороте к нам. Шикарно. Так, что он сделал? Защиту. Воспламенение. Споры. Что ж ты будешь делать? Так, ребят, секунду. Сейчас мы что-нибудь с вами придумаем. Так. Отравили? Отравили. Давай бомбанем. Так, и остается только лишь добить, судя по всему. И у нас это должно получиться. Да. Пускай вызывает следующего. Ага. Так, бедный котейка. Скорее всего, да, мы котейку потеряли. Ну что, вызываем орлика. А, подожди. Грамми? Взрывная вспышка. Слабо. Что ж нам сделать-то тогда, а? Выберите уровень. А у меня только первый и второй. Ну, у меня второй их, да? Слушай, взрывная вспышка. Она наносит, по-моему, всем урон. Всем, да. Так. По идее, это что... Оу. Огненный шар. Давай сюда, наверное, применим. И нам нужно восстановить здоровье нашему Тенге. Ой-ой-ой. Мало мы восстановили. Так, держись, орлик, пожалуйста, держись. Не падай духом. А кого у нас броня? Кто броню у нас вешает? Вы помните, нет? Вот что-то забыл. Так, давай-ка мы, наверное, с собой... Взрыв сделаем, да? Сделаем взрыв. Потом. Вот. Огненный шар. Нам нужно его давить. И его добиваем. Так, у него еще призрак, да? То есть мы с вами как бы проиграем, что ли, получается? Да хорош, что успокойся уже. Угу, взрыв. Слушай, у него очень много на стакана брони, кстати, я хотел тебе сказать. Очень много на стакана брони. И, наверное, мы тут с вами сфейлимся, судя по всему. Восстановление. Давай, орлик, восстанавливай себе здоровье. Что? Это что за восстановление такое? Боюсь, орлика мы с вами потеряем. К сожалению, потеряли. А у меня что, больше нету монстров, что ли? Зашибись. Зашибись. Слушай, я не думал, что мы тут с вами проиграем. Серьезно тебе говорю. Так, щит. А что мне этот щит, друзья? Ну, от него толку мало. Как он умудрился меня здесь победить? Я вот этого не могу понять. Как ему удалось вообще это все провернуть? Да, восстановление. Это что такое? Это называется восстановление здоровья, да? Фигня полнейшая. Короче, ребят, я, по-моему, здесь проиграл. Может быть, так и должно было быть? Хранитель Рэй Моррис. У тебя больше не осталось монстров, чтобы продолжить бой. Хранитель Уилл побеждает. Ого, не могу поверить, что победа осталась за мной. А ведь Рэй Моррис очень силен. Он победил Минотавра. Видимо, я выбрал более надежную стратегию. Не волнуйся, ломыш. Мы подготовимся, станем сильнее и победим в следующий раз. Что ж, вот вы и закончили тренировку. Теперь вы знаете, что такое дуэль хранителей. Теперь вы можете проходить в другие зоны заповедника и бросать вызов хранителям, которых встречаете по пути. Сражение с другими хранителями позволяет вам набирать опыт. Кроме того, у каждого хранителя есть награда для того, кто его победит. Я пойду в подземелье крепости. Нужно найти те исторические книги. Надеюсь, ты тоже будешь неподалеку, Рэй Моррис. Надеюсь, это помогло ему стать храбрее. В любом случае, тебе лучше за ним присматривать. Странные вещи творятся в наши дни в заповеднике. Столько исполинов развелось, деваться некуда. Кстати, я могу вызвать тебя на дуэль хранителей, если хочешь испытать свои умения. Нет, спасибо большое. Ничего я не хочу. Я хочу, друзья, отправиться, наверное, дальше в путешествие. Для этого мне нужно... Так, нет, не сюда. Не сюда. Да. А где-то вот здесь, по-моему, да, у нас? Вот здесь у нас проходик будет. Меня не пускали, да? Потому что я не дрался. Теперь я якобы подрался, и вот здесь меня должны пропустить. Да что такое? Да я знаю. И... и что? Вот. Так, подземелье крепости. Так, что-то как-то меня немножко... Пугает это подземелье крепости. Ой, а это кто у нас такой? Да подожди ты, дай поговорить. Привет, хранитель Неофит Рэй Моррис. Ты стоишь у тюремных камер крепости. К счастью, большую часть времени эти камеры не используются. Но если вдруг понадобится, мы с моим верным монстром всегда на готове. Угу, я понял тебя. Опять не могу пройти сюда. Да что ж такое-то? Так, ну здесь наверняка ничего нет хорошего, полезного для меня, да? Вот. Ага, подожди-ка. Открыл. И достается виноград мне. А здесь... Подожди, ну вот смотри. Вот такое ощущение, что здесь где-то надо брать валун, который... Надо ставить на эту кнопку. Ну где мне этот валун взять? Нет. Ведь нету никакого валуна. Давай я возьму вот этого вот моржа. По идее, он должен как-то вот здесь вот... Ну, вот предположим. Ну где валун мне взять? Где здесь есть валун? У него способность толкать валуны. Но ведь нету никаких тут валунов, ведь согласись. Я не вижу. Уронить или сбросить мы бы тоже здесь не можем. Как не... Да что такое-то? Застрял, елки-палки. Хм, нету здесь камней. Хоть ты тут тресни. Ладно, пойдемте с вами в другом направлении. У нас тут еще есть куда прогуляться. Например, вот сюда. Странно. Главное, что здесь нету монстров. Есть монстры здесь. Есть. Вот они там прыгают уже. Так, Орлик, будьте со мной, пожалуйста. Ну что, в стычку. Посмотрим, какой уровень у них. Одиннадцатый уровень. Господи. Тут что-то уж как-то больно круто. Ну что, возьмем котейку нашего. Орлика и... Нет, возьмем Грамми. Ну что, посмотрим. Когти. Ух, так слушай, мы сейчас их тут накажем. Мы их тут сейчас быстренько с вами накажем. Так. И делаем выстрел с Лизи. Вот так вот. Ну, естественно, его хиляет. Как же без этого-то? Они тоже, да, физики? То есть физический урон наносят. А я все-таки этого рыцаря уничтожу. Я попытаюсь это сделать. Давай вот так вот. Ага. И еще разок. Травануть. Минус один рыцарь. Так, тихо, тихо. Спокойно, спокойно. Главное спокойствие. И отхилим все с вами. Почему он... Грэмми это так мало хилит? Я не могу понять. У меня блоб вообще хилит от души. А это что-то как-то слабенькое. Так, давай... Не, зачем мне... Вот так вот мы сделаем. Угу. И... Дожимаем его. Через отравление, да? Кислотный дождь. Пролом брони. Я получил. Добиваю этого грэмми вражеского. И начинаем бомбить этого рыцаря. Так, кислотный дождь. Давай сделаем, чтобы пробить ему броню. Каготочки. И... Взрыв, что ли? Подожди, молния, по-моему, больше отнимает, да, за руя? Погоди-ка секунду. Нет, все-таки взрыв. Взрыв и... Отравление должно сработать. Да. Победа. И мы с вами получаем всего две звезды. Господи. Так, новый уровень есть. Это у котейки. Он получает десятый уровень. И нам нужно с вами посмотреть, что у него там по навыкам. Ох, елки-то-палки. Распад. Действует на всех врагов. Плюс 50% к критическому урону. Вот так-то я и сделаю. Ну что же, смотрим дальше, что у нас тут. Ага. Привет, Рей Моррис. Я так и знал, что за мной кто-то идет. Слышал о шаге. И я вижу, ты теперь хранитель неофит. Это здорово. Но ты же понимаешь, что хранители монстров также несут ответственность за весь заповедник и всех монстров, да? О, не сомневаюсь, тебе уже успели об этом рассказать. Люди всегда возлагают судьбу всего заповедника на наши плечи. Ведь мы хранители призрачных фамильяров. Как бы то ни было, если у тебя будет время, обязательно посети древние леса. Гоблинские племена совсем отбились от рук. Ходят слухи, что появился новый гоблин-король, который объединил все кланы. В последний раз такое случалось почти сто лет назад. Тогда короля гоблинов победила моя бабушка. Вот и я хочу быть достойной ее наследия, занять видное место в обществе и спасти заповедник. Мне не помешает еще один хранитель призрачного фамильяра, чтобы он проложил мне дорогу через толпы гоблинов. Так что я туда. Это к востоку отсюда. Осталось лишь пройти еще несколько залов подземелья. Увидимся. Она пошла за королем гоблинов. И ей, я так понял, нужна будет помощь. Ну, не обязательно, конечно, моя, но нужна. Ну, а мы пока с вами будем исследовать это подземелье. Да господи, ну где мне взять вот эту сферу электрическую? Нет у меня такого фамильяра пока. Ого, смотри, какие тут. Давай нападем. Ничего себе там какой. Ты видел здоровый? Смотри, грулу его величать. Грулу. Так, возьму-ка я, наверное, блоба, возьму орлика. Вот таким вот составом попробуем поиграть. Так, ну, во-первых, повесим волшебство. Так, дальше. Выбираем, наверное, взрыв. Я хочу посмотреть. Так, что он уязвим? Уязвим, непонятно. Давай вот так вот начнем. Потому что это хилер. От хилеров нам нужно избавляться. Ого, нам не хватает с вами манны. Запомнили, да? Так, будет отхиливаться? Естественно. Ай-яй-яй, пробитие. Что? Что он такое сделал? Жуткое. Вот видел, как блоб у нас хилит? Вот это, да. Вот это я понимаю. Называется хил. Так, добиваем этого. Отлично. Так, выстрел слизи. Меня отравили. Плюс каким-то лазером бомбанули. Так, волшебство у нас стоит. Мы, наверное, с вами исцелимся. И продолжаем бомбить. Слава. Во. Неплохенько. Так, кислотный дождь. Опять пробили мне броню. Тут тоже. Мы с вами с пробитим брони в данный момент находимся. А я хочу этого отравить и... Молнией его прижучить маленько. И когтями добить. Слушай, классно. А это у нас комната тупиковая или нет? Я не могу понять. Я просто не вижу там... А, нет, есть, есть выход отсюда. Это радует. Так, во. Шух-шух-шух. Ну, и, пожалуй, нет. Как же мне тебя добить-то, а? Отравление не... А, ну вот, взрывом добиваем. Все, друзья мои, победы. Три звезды. Яйцо Грамми. О, погоди-ка. А Грамми у нас... У нас есть Грамми? Вот это вот зеленое, это не Грамми у нас? Что-то я запамятовал. Так, посмотрим. Да, это Грамми у нас. Ну, вы помните, что мы можем с вами дубликаты яиц отдавать? Ага. Вот здесь-то, кстати, смотрите, что нам пригодится. Он же толкает валуны. Да елки-палки. Ха-ха-ха-ха. Ты понял? И я получил два железа. Так, дай-ка я выпрыгну отсюда. Вот так вот он толкает эти камни, оказывается. Будем знать. Так, секундочку. Слушай, ну тут подземелье действительно какое-то большущее. Можно очень хорошо его исследовать. Ммм. Куда ты бежишь? Ать! Ха-ха-ха. Поймали врасплох. Так, кого мы с вами выберем? Ну, наверное, кот Серкер и... Орлик вместе с Блобом. Так, погнали. Так, давай-ка мы, наверное, вот с этого начнем. Ага. Дальше взрыв, взрыв, взрыв. Вот этот вот. Применяем. И отравляем, да, его? Сейчас будет захиливать, нет? Ха, я думал, будут хиляться. Да хорош вам уже. Ха-ха. Немножко притомили. Минус. Дальше давай взрыв. Хильнуться нам нужно. Нам нужно нашего Орлика захилять. Ой. Никчемный. Вот на котика, да, на котика действует серьезный этот удар. А все остальные, в принципе, ерунда. Так, взрывчик. И... Отравим. Пускай отравится. Это солнечные лучи. Применяют они, да? Добиваем этого Гаврюшу. И... Слушай, Грулу. Вот досталось бы мне яйцо этого Грула. Потому что солнечные лучи, это, ну, как бы, солнце все-таки, да? Нам вроде где-то нужна именно солнечная энергия, чтобы активировать определенные... Определенные сферы. Ну, что ты там? Нет, все-таки еще не погиб. Давай добьем. И взрыв. Все. Адьюс, Амиго. А мы с вами... Продвигаем... Вообще звезд не получил, ты представляешь? А, нет, две. Две. И кукурузу мне дали. А уровень? Уровень дали тоже, да? Ну, давай, наверное, посмотрим. Навыки. Тенгу, что ты можешь прокачать себе? Ага. Тут все изучено, да? Остается только лишь вот здесь вот. Так, а вот это что такое? Щит магии. В начале боя накладывается эффект щит мощностью 100% от магии. Давай, наверное, мы его и возьмем с вами. Все, да? Погнали дальше. Подожди-ка, что-то, что-то, ребята... Опять джойстик начал барахлить. Вот как же я не люблю джойстики, которые без провода. Вот, вот джойстик с проводком. Никаких глюков. Подожди, какие еще синие? А-а-а! Вот оно что. То есть я соединил в данный момент синие пещеры с подземельем крепости. А это, кстати, очень хорошо. Потому что нам все равно с вами придется идти. Доядрить тебя на корень, а? Здесь я не могу ничего сделать, к сожалению. Поэтому нам придется с вами, наверное, выбирать другой путь. А что у нас здесь есть? Мы можем с вами... Так, валун на место встал. Мы можем с тобой пойти вот сюда, в правом... В правую сторону, да? В правом направлении. Так, тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Хоп! Обманул дурачков на четыре кулачка. Так, здесь у нас опять, да, какие-то рычаги, которые, видимо, нужно активировать. Верхний мы открыли, да, с вами? Верхний. Погнали. Погнали тогда. Так, поймает, нет? Как думаешь, если мы сейчас... Ха-ха-ха! Вот здесь мы должны... Ать! Круто! Хотя, может быть, я и зря делаю. Может быть, надо с каждым драться. Вот здесь вот электричество, да, нужно электрические какие-то навыки. А у меня нет ни одного электрического, к сожалению, пока. Куда я падаю? Куда? Ё-моё, куда-то упал. Так, это кто у нас? Дикий глаз. Мок-рыцарь. И они все 12 уровня. Зашибись. Ха-ха-ха! Блоб, давай, иди сюда. Орлик и... Кот-серкер. 12 уровень уже. Это уже не смешно на самом деле. Ты посмотри. Они... Кст... А, нет. Нет, показалось, ребята. Я думал, что... О-о-о-о-о-о! Хо-хо-хо! Кислотный дождь. Пробитие брони. Еще пробитие брони. Угу. Мне нужно тоже тогда сделать кислотный дождь. Плюс... Вот так вот, взрыв И захилят Ааа, захиляться не смогу Ну давай хотя бы, может быть, уничтожим этого рыцаря с вами Ай-яй-яй, как же они пробивают броню Так, делаем исцеление Не, блоб, конечно, по хилке вообще божественен Так, рыцаря мы с вами уничтожили, когти Угу Ожог получили мы с вами Что они там вытворяют? Ну-ка давай отравим И попробуем так вот сделать Эээ, резкий удар Хм Нам нужно, кстати, с вами 110 маны Повесить на код Серкера Ээ, потому что у нас Ээ, не может использоваться Ээ, определенный навык Потому что не хватает маны Так что будем иметь это ввиду Так, исцеление, я думаю, мы Не будем пока применять Во, молния Отлично И добиваем Да ладно тебе, не добили Все, сейчас добьем Отлично Победа, сколько звезд? Две Ничего не дали А уровень? Уровень получил А, во Три, три Персонажа у меня получили левел Так, давай посмотрим По навыкам Блоб Так, подожди Блоб Давай-ка мы с тобой, наверное Исцеляет цель Давай, вот так вот сделаем Дальше здесь Вот так вот Третьего уровня, да Взрыва И кто-то еще Ага, вот здесь вот Здесь мы с тобой прокачаем, наверное Щит Нет Восстановление Исцеляет Вот это вот Снимает отрицательные эффекты Даже вот так вот Все Теперь надо мне кое-что Друзья мои, посмотреть Код Серкер Подожди-ка Это, наверное, надо В снаряжении, да Скорее всего Давай посмотрим Чтобы нам повысить ему Манну Что нам лучше сделать Что нам придает Очень много маны Давай посмотрим Ага Тут все на крит Поддержка Слушай, а нету ничего такого Хорошего-то Плюс 18 Этого мало, да, будет? К мане А большего я не найду Давай тогда поставим брошь С тобой Сколько? 117 А что у них из оружия есть у нас? Плюс 20 Нет, он У нас физухой Поэтому магия ему не нужна Так, а есть у нас что-нибудь В сумочке Что мы можем ему дать Перекусить Так, здоровье 50 Это телепортация Это сброс навыков Но яйцо я не хочу, ребята, активировать Так Регенерация маны Здоровье 125 Я даже не знаю Нету больше ничего такого хорошего Что... Так, подожди-ка Вот так вот откроем И пойдем с вами дальше смотреть Да елки-палки Надо сюда что-ли упасть Ага Так я попробую взять Котейку нашего Понятно Здесь ничего нету Тут бесполезно Вот даже как Надо проверять Каждый закуток Епросы Ничего себе тут, да? Подожди То там, то здесь Везде рычаги И это мы сейчас с вами идем По подземелью А помнишь нам девчуля-то сказала? Что она идет на короля гоблинов Но я так понимаю Гоблины будут вот после этой подземки Если мы вообще отсюда выберемся С этой подземки Так, этот рычаг я трогал? Ага Он там открывает А здесь закрывает Так, что у нас тут? Елки-палки Можно как-то Ага Обошлось Обошлось Телепорт Это уже радует Слушай-ка я Ну-ка, котея Нет, ничегошники там нету А здесь Тоже нету Слушай, я даже не знаю Что у нас тут поджидает Вижу монстриков Летающих Ага Я могу сюда спрыгнуть В принципе Безопасно для себя Вот так вот Ага Стоит здесь О А вот и ты А я как раз решил передохнуть И полюбоваться Местной архитектурой Подземелье крепости Было специально построено Как естественное Место обитания Для тех монстров Которые предпочитают Селиться Ну В подземельях Большинство монстров Очень капризны И придирчивы Выбирают Где им жить Как бы то ни было Подземная библиотека В том направлении Прямо под Канализацией Подземелья Нам стоит разделиться Чтобы разведать Больше коридоров В этом лабиринте И я пойду первым Ну иди А я за тобой Действительно Тут друзья мои Лабиринт Самый настоящий По другому не назвать Ой Хорошо что это не кислота Да Погоди А я Я не могу отсюда Выпрыгнуть Ага Все Понял Я уже думал Попали мы с вами Дайте-ка мне Пожалуйста Орлика Подожди Я уже забыл Как на Какой блоб Орлика Ага Вот на эту кнопку Нужно нажимать было А я не на ту Так Спустились Да-да-да Я хотел именно Этот сундучок Открыть И получил Лесной орех Лесной орех Пригодится Лишним не будет Погоди К секунду А как же мне Да ладно Что серьезно что ли Я-то думал Что это шуточки Но тут по ходу дела Не до шуток Нам То есть мы должны С вами сюда После этого Вот сюда Так Ааа Я не могу долететь А что же мне Тогда делать Я долететь До туда Не Могу Может быть Здесь Котейку Позвать Может быть Он Что-то Может пробить Слушай Нет Ха-ха А вот это Вот Так Ну-ка А если я Вот так вот Ага Получилось Ладно Теперь Да подожди Да подожди ты Почему Включается То что мне Не нужно Дай-ка мне Орлика Вот так И это я иду Обратно А мне туда не надо Мне наоборот Надо Вот На ту сторону А как мне туда попасть С разбега Здесь Что-ли Ну Я не смогу Туда Да Или смогу Не хватит Слушай Там по-моему Можно в другом направлении Сходить Давай посмотрим Потому что Ну Так С этими Главное Не столкнуться Смотри Они Такую среднюю Дистанцию Взяли Хорошо Выбрать Монстров Раз Два И Три Погнали Вот Распад Как раз У нас хватает А что он Делает Давай проверим Понял Для них Он ничего такого Существенного Не делает И Кислотный Дождь Будем Пробивать Броню Ой-ой-ой-ой Так Котейка Мой Бедняжка Котейка Мой Бедняжка Надо будет Его захилять В обязательном Порядке Именно Сейчас Другого Шанса Не будет Теперь Блоб Бедный У меня Страдает Что Там Да Ладно Ну Давай Так Отлично Давай Делать Исцеление Наверное На Блоба Лишь бы Котейку Не трогали Не трогают Так Коготочки Дальше Молния И Дальше Исцеление На нашего Котейку Так Орли Кодатер Мучает Слушай Ну они какие-то Очень сильные Очень сильные У них уровень Наверное Из-за того Что Большой Поэтому они Меня тут Так быстро Разбирают Другого Я Расклада Не вижу Будь я Тоже Двенадцатого Уровня Хотя Нет Я Не настолько Уже Слаб Я Одиннадцатого Уровня Так что Взрыв Нет Молния Молния Добьет Отлично Теперь Делаем Исцеление На Котика Кот Серкера Споры Да какие Споры Ёлки-палки Подожди А почему Поддержка У нас Неактивная Совсем Другое Дело Дальше Выстрел Слизи Давай Отравим А дальше Он пускай Там что Хочет Делает А нам Уже С вами В принципе По Барабану Так Молния И Исцелялочка Так Да что Что ж Так Никак Не можем Его Добить Все Адьюс Победа И сколько Две Звезды Как Всегда Ну Уровни Получили Навыки Так Вайра Что у тебя Есть Для нас За каждый Положительный Эффект Наложенный На этого Монстра Он наносит 3% Больше Урона Понял Но я Наверное Сделаю Воздушный Серб Прокачали Так Кот Серкер Когти Конечно же Прокачаем Когти До Третьей Ступени Так Подожди Подожди Что у нас Тут Упал Вот что у нас Тут Кукуруза Тихо Тихо Подожди Какие-то Коньки Горбунки Тут Летающие Ты прикинь Ха-ха Так Я все ниже 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 Да по ходу Дело спускаюсь Так Подожди Здесь какие-то Склянки Банки То есть Такое впечатление Что здесь А ну-ка Дай-ка мне Котейку Бесполезняк Да Просто я подумал Что здесь мало Или там Знаешь как Секретное Какое-то Хранилище Коняшечки Ага Может быть Конечно С ними Лучше И подраться Кто их знает Так Ага Хитро Что Орлик Мне там Говорит Опять Ничего Не переведено И это Это очень плохо Разгадай Говорит Загадку Ну давай Попробуем Так Так Погоди Здесь Ага Вот так Вот Ладушки Предположим Подожди-ка А в чем дальше Прикол Погоди-ка Секунду Так Здесь Так Здесь Вот так Ну-ка Ся Дальше Что у нас Хм Интересная Загадочка Тут Мы Открываем Здесь Так Я вижу Сундучок Видел Ай Друзья Там был Сундучок Ну Вы видели Да у меня еще Этот код Я же не могу С ним летать Поэтому Наверное Надо поставить Мне Орлика Слушай А там Там Драться С ними Не драться Я даже Не знаю Давай Подеремся Понимаешь Если мы их убиваем Они Больше здесь Не появляются В принципе Это для нас Хорошо У них Опять же Здесь Двенадцатый Уровень Я думаю Что Должны справиться Когти Поехали Дальше Ой Да мы Тут Кстати Очень неплохо Будем разбирать И давай Наверное Траванем Что они делают Волна Исцеления Ученик Какой-то И залп Слизи Залп Слизи Причем На всех Повесил Ладушки Одного Конька Я должен Добить По идее Ну Нифига Отхил У них Смотри У них У всех Массовые В принципе Отхил И так далее И тому подобное Смотри-ка Они уничтожили Мне Одного Персонажика Но у меня То что У меня есть В запасе Предметы Такие Как например Слеза Феникса Я По этому поводу Даже не переживаю Применим С вами Волшебство Да Котейка Ну Слушай Они жесткие Котейку Практически Разобрали Мне Да Сейчас Мы его Отхиляем Все И они Все равно В него Бомбят А Ты посмотри Вот такие Вот эти Коньки Горбунки Так Минус Один Да Да Почему Там же Было Показано Что Я его Да Что Почему Он такой Сильный Опять Котофея Мы его Забомбили Так Подожди-ка Подожди-ка У меня Остался Один Блоб Эй Эй Тихо 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 Подожди Давай Слизу Феникса Быстро Применяем Так Когти Сейчас По-моему Блоба уничтожит Нет Слава богу Не вышло У него ничего Так Давай Дальше Еще Слизу Феникса Удар Молнии Исцеление На Блоба Смерч Когти И Взрыв Ну Жесткие Они На самом Деле Одна Звезда Плюс Шерсть Уровень Получает Только Лишь Один Персонаж Тенгу Давай Посмотрим По Навыкам Магия Плюс Давай Наверное Мы С вами Взрыв Покачаем Что я могу Сюда Пройти А тут А тут Какой-то А тут Какой-то Тупик У нас Почему Опять Блоб У меня Выбрался Хм Странно Вот здесь Кстати Очень Странно Я Не могу Подняться Выше В чем Загвоздка Так Ладно Здесь Мы С вами Запрыгнем Так Я надеюсь Здесь Мы Ничего С вами Менять Не Должны Все У нас Осталось Как И Было А как Мне Вот этот Сундук Интересно Оттуда Забрать Здесь У нас Все Открыто Так Вот Лесной Орех А эти Двери Нужен Ключ От Подземелья Если Честно Я даже Не знаю Куда Здесь Идти Наверх Туда Ну Там Мне Ничего Не Светит Здесь Тоже Не Могу Открыть Сундук Подожди К Может Быть Загадка Ага Ага Понял Кажется Подожди К Здесь И Наверное Вот Тут Да Что ж Такое Значит Что-то Я здесь Наверное Должен Может Вот Так Вот Погоди Ксих Давай Давай Вот Так Попробуем Посмотрим Твою Жемаковку А Полностью Перекрываю Да Себе Тут Проходы А Если Вот Так Не Не Варик Друзья Мои Абсолютно Никакой Не Варик Еще Хуже 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 Сделал Смотри Видишь Одна Одна Открылся Вторая Нет А в чем Тогда Подвох Может быть Вот этот Рычаг Тоже Нужно Вот так Вот Нажать Посмотрим Ничего Да Не Поменялось Удивительно Просто Просто Удивительно А ну Ка Секундочку Подожди Ка Вот сейчас По-моему Все Правильно Да Офигеть Тут Что Это Получил Что То Получил Так На всех Случа Я Открою Здесь По-моему Я Получил Ключ От Подземелья Да Ну Шлепнулся Еще Так Друзья Мои Ну Наверное Это Все Будет У меня Вырезаться А потом Что-то Как-то Все Быстро У меня С кнопками Что-то Какая-то Беда На Джойстике Друзья Друзья Он Подхилился Да Опять Эти Поджоги Опять У меня Котофей Горит Так Давай Кому Наверное Когтями Друзья Да Применим Вот Сюда Ключ То Вполне Даже Мы С вами Пробежим Туда Так Подожди-ка Предметы Где у меня У меня Осталось Очень мало Слез Феникса Очень Исцеление Нет Мы Не будем С вами Исцеление Здесь Делать Мы Наверное Просто Будем Бомбить Промах Серьезно Что-то Слушай А мы Почему-то Звони Промахиваемся У него Что-то Супер Ухладение Какое-то Стоит Или Что Почему Не можем Попадать По нему Вот Сейчас Промахиваемся Опять Понятно Только Шерсть И Даже Уровень Не Получили Ну Что Друзья Я Пошел Опять Попытку Делать Чтобы Запрыгнуть Туда Здесь У нас Кстати Во Ворота Открыты Поэтому Я могу Далеко Не ходить Да Чтоб Тебя Ну Почему Я не могу Нас Залететь Че За Дела Ты Ну Давай Раз Два Вот Нужен Ключ От Подземелья Крепости Нет Ребята То Был Значит Не Ключ У нас Здесь По сути Уже Делать Нечего Вот Именно В этом Направлении Значит Нам Нужно С вами Возвращаться Вниз Вот Это Тоже Меня Конечно Тут Напрягает Именно Вот Этот Расклад Что Что-то Здесь Должно Быть У нас Внизу Ух ты А почему Здесь Ключ От Подземелья Я его Только Получил Еще Один Ключ От Подземелья А вот Это Что Такое Старый Памятник Блобу В нем Есть Отверстие Для Ключа Но Ни Один Из Имеющихся Ключей Не Подходит Да А какой Нужен Ключ Но В любом В любом случае Я Подобрал Ключ От Подземелья Поэтому Я могу Сейчас Спокойно Открыть Те Двери И Смотреть Слушай Здесь Какой-то Нужен Гигантский Ключ И Что-то Мы С вами Получим Если Конечно Откроем Так Ну что Здесь Можно Все Как Раньше У нас Было Да Там Мы С вами Сундук Открыли Подожди Да Что Так Так Давай Перепрыгнем Здесь Перепрыгнем Мне просто Нужно Отсюда Выйти И все И Делаем С вами Очередные Попытки Я надеюсь Все Сейчас Получится С первого Раза Так Открыли А что Я открыл Эту дверь И я оказался Там Где я был Великолепно Просто Где же Мне Искать Ключ Кстати Смотри Самое удивительное Что Вот там Наверху Смотри Где горит У нас Телепорт Давай-ка мы туда Сходим Вот здесь Вот где-то Да Запрыгнуть Подожди Да Что ж ты Какой Ну и только Ага Кто запрыгивает Кто не запрыгивает Странный Малый Вот у нас Камень Телепортации Рычаг Ага Так Это уже Очередной Ребус Подожди Может быть тут Котейка Нужен Нет А Как-то Добыть Ах Даже Вот так Вот Да Елки-палки Вот Сундук Открываем И А Ну там Было Зелье Сброса Навыков Я понял Так Открылось Тут Ну Мне-то По идее Это уже И не нужно Получается Мы с вами Спрыгиваем Вниз Упс Древние Леса А это Территория У нас Насколько я Помню Гоблинов Именно сюда Побежал Один Из наших Знакомых Да А самое Знаете что Удивительное Я теперь Не смогу Елки-палки Я теперь Не смогу Обратно Вернуться Ты понимаешь Но Зато У нас Есть Вон там Телепорт Мы можем С тобой Например Телепортнуться Домой Из дома Уже Телепортнуться Обратно Сюда Давай Попробуем Сделать Так Сумка Где У нас Тут Осколок Кристалла Окей Вот Отсюда Я могу Телепортнуться Вот сюда Блин Надо было мне Сбегать в магазин И Наверное Маленечко Затариться Так С этими Не обязательно Драться Так ведь Что у нас Еще Закрыто Да в принципе Тут много Что закрыто Вот тут Например Видишь Открыл Проходик Себе Здесь Можно Подняться Куда-то Еще Выше Котейка Ничегошеньки Тут Нету Выше А Здесь Я помню Я Падал Хм А там Что-нибудь Ловить Нам Есть Наверху Ты Не Обратил Внимания По-моему Там Ничегошеньки И Нету Да Хорошего Рычаг Только И Все Ну-ка Давай Посмотрим По карте Я вижу Только Два Места Где Нет Не Два Много Еще Мест На самом То Деле На самом Деле Еще Много Мест Где Я Здесь Не Был Туда Мне Вот Наверх Как-то Надо Попасть Потом Вниз Тут Сбоку Есть Проход Сбоку Да Дай-ка Я наверное Попробую Сходить Именно Вот Сюда Вниз Там Есть Какой-то Проход Но Я Не Знаю Мы Его Открывали Или Нет Господи Надо Было Шпиндякнуться Именно На Них Ладно Че Поделаешь Упал Так Упал Придется Теперь Так Подожди Ко Волшебство И поехали Потихоньку Будем Бомбить Раз Да Е-мое Взрыв Не на Того Естественно Мне сразу Уничтожает Всю броню Кислотой Просто Разъедает Солнечные Лучи Кто бы В этом Мог Сомневаться Дай-ка Я вот Так Вот Делаю Пролом Броне То Что Нужно Отлично Молния Хорошо Так Так Котик Мой Поджарился Маленько Он горит Вот Что Делает Слушай А мы же Как-то Можем С вами Вот Волна Исцеления На Всех Как раз То Что Нужно А то Я Все По Одному Хилею Минус Погнали Замечательно Кислотный Дождь Воспламенение Ну Давай Волну Исцеления Фикс Так Чтобы Когти И Удар Молнии То есть Понимаешь Еще В чем Прикол Что Здесь Монстры Они Не Респятся То есть Если Мы Будем Очень Много Монстров Пропускать Не Убивать И То Нам Не Хватит С Вами Сил Для Дальнейшего Убийства Монстров Нам Наоборот Выгодно Искать С вами Вот Этих Чудиков И С ними Разбираться Только От этого У нас С вами Растет Опыт Другого Варика Нету Так Что Делаем Выводы Господа Так Подожди Какое Исцеление Исцеление Мне Нужна Вот Эта Волна Так Сжарили И Молнию Так Остается Только Лишь Добить Остается Только Лишь Да Вот Так Вот Сделаем Все Победа Друзья Мои Две Звезды Вау Яйцо Дикий Глаз Ты Понял Да Дикий Глаз Мы С вами Получили Давай Зайдем В сумку И Откроем Да Да Я Хочу Чтоб Он Вылупился Дикий Глаз Так И Назовем Его Самое Удивительное Мне бы Знать Кто Он Вообще По Своей Сути Так Я уберу Наверное Сюда Ваэра Так Перемена Перемена С диким Глазом Кто Кто Ты Что Ты Делаешь А Позволяет Летать Ну У меня Что-то Слишком Много Вот Этих Летающих Да Монстров Не заметил Давай Теперь Навыки Посмотрим Какие У него Так Напряжение Но Он же Все равно Не бьет Электричеством Он же Да Ребята А Уже Изучено Вот Это Вот Так Двойное Сотрясение При Использовании Слабости Противника Во время Атаки Дополнительный Удар Наносит Урон В размере 50% Да Плюс Магия Плюс Также Мы с вами Изучаем Третий Уровень Напряжения Плюс Гроза Короче Он у нас Такой Электрический Манна Плюс Плюс У него Так же Смотрите Это что такое Споры Накладывает Слабость Ага Облако Спор Действует На всех Врагов С вероятностью 50% Накладывается Эффект Слабость У нас Больше Нету С вами Очков Так Грамми Прокачаем Щит Как то Вот так Куда я там Собирался Пойти Что там Хотел навестить Давай Глянем Еще раз На карту Вниз И вбок Ё-моё Слушай Ну я тебя же там Был Сто процентов Я там был Тихо Птичка Лети Я вот помню Здесь я вот прыгал Чего-то мне там Не хватает Это случайно Нигде Вода По-моему Это именно То место Где я И не смог Подожди Вроде бы Секунду Отсюда Да Отсюда Отсюда Наверное Не шиша Не оттуда Запрыгивать А скорее всего Вот отсюда Или я Путаю Или я пробовал Уже такой вариант Секундочку Так вот И все А че я парился Прыгал Там что-то Скакал Как кузнечик Вот тебе Проход Рэй Моррис Ты все пропустил Тут был Исполин Он был Такой Зловещий Со своей Исполинской Аурой И так Грозно На меня Смотрел И я уже Не знаю Что на меня Нашло Но я Просто Подошел К нему И вызвал Его на бой И знаешь Что Я его Победил Я так Горжусь Своими Монстрами Но едва Я собрался Продолжить Путь Как появился Другой Исполин Точно Такой Как и Первый Ну а потом Пришел Ты Так что Второй Пожалуй Достанется Тебе Давай И отсюда Посмотрю Где Опа Это друзья Какой-то Жук Попробуем Он Тринадцатого Уровня Совсем Не кисло Совсем Не кисло Беру Котсеркер Возьму Наверное Блоба И Орлика Поехали Ну во-первых Поддержку Это раз Во-вторых Волшебство Ну и будем Разбирать Так подожигал У нас Нету ничего Да получше Так Ход противника Тоже Бафается Я смотрю Да Тоже Бафается Поехали Так Ну у нас Если что С вами Есть Полное Исцеление Всех Сразу Поэтому Мы можем Спокойно Здесь Бомбить Главное Чтобы Блоб У нас Остался В живых Ну да Конечно Разогнался Ага Думаешь Так все будет Просто и легко Тебе Нет Исполин Мы тебя Изничтожим Давай еще Траванем Его Чтоб Знал свое Место Так И Молния Нет Взрыв Лучше Взрыв По моему Лучше Отлично По красоте Напряжение Так Если что Будем с вами Отхиливаться Вот Именно Сейчас Так Где у нас Вот она Волна Применяем Взрыв Так Блоба Не трогай Блоба Не трогай Не трогай Прикинь Что он Делает Чуть Блоба Не забомбил Так Взрыв Хотя Удар Молнии Наверное Получше Будет Да Смотрите Уже Половину Здоровья Мы у него Отобрали Добиваем Ну не добиваем А продолжаем Его бомбить Конечно До добивки Тут еще Долго Удар Молнией Поехали Так Воу Воу Тише Тише Не надо Так Буянить Ракашечка Пожалуйста Успокойся Воу Не хватает Не хватает Друзья Манны Мне прикинь Продолжаем Бомбить Так Ну Орлик У меня Ого Ты смотри Что он творит Ты Что вытворяешь Мне здесь Жучара А этот Щедро Да Мне Ну Естественно Это Ребят По сценарию Так должно Было Быть Но Все равно Такой Знаешь Одного Исполина Я победил Там Типа Еще один Повелся Иди Сделал Идите По бомбе А я тут Посмотрю Издалека Как ты Справишься С ним Да Справлюсь Ёлки-палки Куда он от меня Денется Олух Этот Все Осталось Немножечко Друзья Мои Он От отравления Скорее всего От дуплица У нас Ой Блоб Блоб У меня погиб Друзья Ну И мы Победили С вами Исполина Две Звезды Бронза Плюс Шерсть Ой Красиво Как Вы получили Новый ранг Хранитель Искатель У торговцев Появились новые Предметы В башне Хранителя Теперь есть Арена Бесконечности Это хорошо Так Навыки Давай смотреть Блоб Что вот это Такое Мастерство Исцеление И эффективность Исцелительных Навыков Увеличиваются На 20% Ух Конечно Конечно Здесь у нас Огонь Наносит На 10% Больше урона Когда этот монстр Умирает в бою Впервые Он воскрешается С 40% От максимального Урона Здоровья Слушай Это как Феникс Прям Так Тенгу Что у нас Вот это Да Магический урон Огонь Прокачаем Третью ступень Кот Сиркер Третью ступень Резкого Удара Прокачаем И по моему Все Ну что Ты мне Скажешь Парень Да елки-палки Браво Я восхищаюсь Твоей тактикой А еще Твой выбор Снаряжения Для монстров Довольно Любопытен Да ладно Подлизывается Ко мне Так что Смотри За этой дверью Должна Располагаться Подземная Библиотека Ключ Наверное Спрятан Где-нибудь В другой Части Подземелья Я пока Немного Отдохну И подумаю О новой Стратегии Для своих Монстров Хорош Хорош Ты Ключик У меня Уже И есть Оказывается Так что Я с вашего позволения Сбегаю Вот сюда Наверх И просто Посмотрю Пока он там Все равно Отдыхает Я думаю Что он Не будет Против Да Так И вот Мы с вами Соединили Да Все эти Коридорчики То есть Пойдемте С вами Заглянем В библиотеку А где он Он же Отдыхать Вроде ушел Так Секунду Он меня Обманул Что ли Куда Он Смылся Посмотри Ну как А Вот Это Оказывается Друзья Мои Это Оказывается Были Волуны А я Все время Думал Что Это Ну Вы поняли Да Я думал Что это Ну Подставочки А это Вот и есть Камни Которые Мы с вами Должны Двигать Господи Если бы Я знал Раньше Что это Камни Сколько Дверей бы Я мог Уже Открыть Да Сколько Ключей Мог бы Да Ёх Коломонешечки Ты Ты Давай Наверное Вот так Вот лучше Быстрее Выгоднее Так Зеленый Самоцвет Это Редкий Материал Да Понял Что Ой А внизу Сколько Монстров Ой Друзья Мои И мне Их Не перепрыгнуть Будет Или Опа Хорошечно Вышло Слушай Куда У меня Этот Ушел Куда Там Далеко Слишком Побежал Я могу Понизу Пройти Ну Ведь Надо Надо С ними Драться Надо Пускай Такие Моменты А А Вот И Библиотека Валалар Ох Сколько Бесполезных Книг И Где Книжка По Истории Этот Странный Чужак Носит Такую Же Одежду Как И Алхимик Которую Мы Видели В Синих Пещерах Чую Я Что Он Пришел Сюда С Недобрыми Намерениями Пожалуй Стоит Сразиться С Его Отрядом Монстров Чтоб Остановить Его В Этом Случае Действуют Те Же Правила Что И При Обычной Дуэли Хранителей Разве Что На Кону Стоит Куда Больше О Какой Сюрприз Хранитель Монстров Эй А это Случайно Не Призрачный Фамильяр А А что Если Я И В самом Деле Призрачный Фамильяр Как Изумительно Не Просто Хранитель Монстров А Целый Хранитель Призрачного Фамильяра Оно И Оно Какой То Он Странный У Меня Предчувствие Ого А я И не Думал Что Библиотека Окажется Такой Огромной Причем Книги В прекрасном Состоянии Минуточку Это Же Еще Один Алхимик Ох Какой Прекрасный День Мы Искали Старые Книги А вместо Этого Нашли Двух Хранителей Призрачных Фамильяров Мы Что Значит Мы Упс Эй Валалар Что Тут Происходит Вы Что Решили Закатить Вечеринку Не Совсем Ахимус Хотя Скоро У нас Наверняка Будет Повод Для Праздника Ага Вижу Два Хранителя Призрачных Фамильяров Да Магистр Будет Очень Доволен Нами Ха Меня От Этой Парочки Мурашки Бегут Нужно Быть Осторожнее Эй Чего Вам Это Хорошо Значит Мы Можем Застать Вас Врасплох И Это Даст Нам Преимущество И Я Беру Этого Валалар А Ты Разберись Со Вторым Похоже Будет Драка А Мы Не Должны Проиграть Так Ну Что Что Друзья Мои У Него 14 Уровня Монстры Ёкал Небабай Так Беру Кота Беру Феникса И беру Блоба Жестко Это Будет Начнем С Когтей Угу Полетучки Вот Так Дальше Взрыв На Получи Минус Так Восстановление Сил Какие Блин Восстановление Сил Молнинос На Удары Тихо 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 Делаем Регенерацию Раз Дальше Че Дальше Та Дальше Удар Молнии Вот Сюда Так И Массовое Друзья Мои Исцеление Так Что Он Там Да Хорош Блоба Уже Моего Обижать Ты Понял Че Творят А Ну Давай Так Попробуем Что Я Не Знаю Поддержка Давай Поддержку Так Удар Молнии Дальше Щит Давай Щит Поставим Так Ой Че Вытворяет Ты Посмотри Что Они Вытворяют То есть Банки Я не могу Применять Не могу Если я проиграть Что будет От этого Да Проиграть Не хотелось Бы Так Восстановление У нас Нету Массового Да Восстановления К сожалению И Хилит он Ну вообще Ни о чем Друзья Вообще Ни о чем Ну что это За хил Трэндец Ух Мы Фейлимся С вами Вот что Я могу Сказать Напряжение Какое Напряжение Споры Давай Наверное Споры Так Удар Молнии Мы Говорит Не должны Проиграть А это Ребята Все Из-за Того Что Я Очень Много Пропускал Монстров Не дрался С ними И вот Тебе Результат Налицо Он 14 Уровня Я 11 3 Левла Это Очень Очень Сильный Разброс Гроза Я даже Грозу Не могу Применить Он Сейчас Посмеется Просто Мне В глаза И все Мы Говорит Не должны Проиграть Я в курсе Что мы Не должны Проиграть Но Видишь Как Оно Все Складывается Для меня Плохо Кого-то Потеряем Потерял Феникса Своего А он Он воскресился Но его Дальше Убили Споры Огонь Ты Промахнулся Ты прикинь Я промахнулся Просто огнем И все Короче Мы здесь Сдулись С вами И И И Что Мне Ага Меня Откинули Друзья Мои Назад То есть Тонко Намекнув Парень Тебе не стоит Пока туда Суваться Пока Не завалишь Вот этих Всех Монстров Да И не только Этих По-моему И вот здесь Где-то Еще были Ну что Друзья Мои Я думаю Что на этой Ноте Мы с вами Наверное Закончим Этот Видосик Всем Большое Спасибо За просмотр Увидимся В следующей Серии Ну и Естественно Сразимся Я все-таки Должен Победить Любой Ценой Так что Всем пока И до Скорого